Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер А вот и горяченькая Вы знаете, в этом выступлении не будет никакой жести Мы ж не 2020-й Вовчик, а что выходит у тебя периодичностью в 10 лет? Песня Кто не знает, что такое лет? Мы не круто, маски мы не знаем, снимем когда Нужно в этой песне нам теперь Ловите от башки комплимент Сочники творожные Знаете, что общего у вас? Из секса Я за вами так соскучился Давно не видели! Здорово! Не заметил, что вы все в масках Как будто на корпоративе у стоматологов Чуково, ниндзи! Как лето ваше? Соласин фигню спросил А у нас много нового Вот у Пашки новая кличка Соль А почему Соль? А он с лосем лизался О, Горька! У Светки Соколовой день рождения Ей сегодня 30 лет У Светки Соколовой день рождения Ей сегодня 40 лет У Светки Соколовой день рождения Ей сегодня 50 У Светки Соколовой именины Ей сегодня 70 У Светки Соколовой день рождения Ей сегодня 60 Я там пропустил просто У Светки Соколовой день рождения 80 как-никак У Светки Соколовой день рождения 90 ей уже Две розовые розы Светки Соколовой Кстати, кстати, о минуте молчания Это Женька И у него новая кличка Капот В смысле? Захлопнись А меня не заткнешь! У Светки Соколовой день рождения Соколова-мазохист Я несу в подарок поздравления Садомазохистки хлыст Розовые розы Светки Соколовой Светки Соколовой Госпоже моей В память наших школьных В память наших школьных дней Да, Вова! Репертуар, конечно, у тебя скудненький Прошу прощения, господа Я вам еще нужен? Нет, не нужен Тогда Пойду откушаю Добрый вечер, рад видеть Приятно видеть постоянные лица Вы сегодня с новой женщиной Не шалите Заказывайте Вам, прокурорам, можно Не, ну, Вовчик, нормально устроился, не? Хамончик, кефирчик, огурчик, помидорчик Красавчик, Вовчик Не, ну, в принципе, нормально Мы выступаем People How Не подавитесь крошке А вы знали, что любой конкурс, в котором участвует Гарик Бирча Автоматически становится конкурсом красоты? Ну что, горчичник, смотри, узнавай себя Конкурс красоты в городе, где только одни мужчины Добрый вечер И сейчас мы узнаем, кто все-таки становится Мисс Лето 2020 И больше всего на бабу похож Больше всего на бабу похож Александр Козубенко Я сейчас и кабинет развалю Волнуюсь И больше всего на бабу похож Андрей Баганич Есть Есть, пацаны Угадайте, кто идет на шууууунинг Да, так мы и хотели провести лето. Как такой пупс? Я бы с ним встречался. Хотя, он бы меня, наверное, бил. Спросите, почему? Так мне ж невозможно не втащить. Ладно, смотрите, человек, который заводится с полуоборота. Сынко, я уже окрошку зробил айденисты. Иду, мам, три секунды. Ну все, красиво, не ж такая села. Вовка, а что ты там сидишь, насекомых кормишь? Бросай курицу. Надюш, не про тебя. Давай ко мне. Там участковый набрал, надо сливаться. Отдыхайте, отдыхайте. Колянчик не горчит, все нормально у вас. Если что, директор заведения Наум Иосифович, и к нему все вопросики. Что больше не трогал. Стоямба, профессура. Замурзанный. А все вы знаете, что когда мы разговариваем по телефону, мы не всегда контролируем свои телодвижения. Итак, ситуация в Убере. Алло. Да, Надюша, да. Уже еду домой. Что? Ну не надо так, ты чего? Ну хорошо, заеду в магазин, ладно. Возьму вина. Боже, Надя, нельзя такое говорить. Что ты? Моя рыжая из «Время и стекло». Нравится, да, когда так называю? Слушай, а мы же примем ванну, и ты наденешь свой костюм из «Серебряного моря». Буду там тебя кусать, кусать тебя буду. А потом... Мужчина. Ой-ой-ой-ой. Извините, я просто заговорился. Поехали ко мне. А эта пандемия забрала нас все, что мы так любим. Лайк, летний отдых, прощальные концерты, время и стекло. Ну и главное? Правильно, Пасху. Ладно, сделаю вам приятно, случай на Пасху. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос! Алло, Феофан? Продавай Лексус. Походу, перевірка приехала. Пока ребята переодеваются, в нашем ресторане звучит следующая композиция, и объявляется белый танец. Я календарь переверну, и снова третье сентября. На фото я твое взгляну, и снова третье сентября. Но почему, но почему, расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез. Второго сентября я календарь переверну, и снова третье сентября. Папуля, ты лучший. Кстати, это не мой папа. Хочешь выглядеть стильно? Одевайся, как Надя Дорофеева. Хочешь выглядеть стильно и дорого? Одевайся, как моя суперлюбимая, секси-бомбическая красотулька Наташа Могилевская. Ну а хочешь участвовать в смешных номерах? Носи сандалики на носок. Так вот, у нас такой чувачок в сандаликах пришел на бандитскую стрелку. А вас что, здороваться не учили? А ты что, кидок нам предъявить хочешь? Дело не в кидке, а... В беспределе. Слышь, Бастян, я не пойму, что мы тут стоим? Перетираем. Ну что, мне так и передать? Часовщику. Да хоть сапожнику. Ну что, базар окончен? Я дышу. И ножка дышит. Вы знаете, лето это очень кайфовое время года. Можно одеть кожаночку, смотаться в гидропарк на Днепр, встретить новых знакомых, а если нырнуть поглубже, то и старых знакомых. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Наше заведение закрывается. И я объявляю последний танец. Мы просто в одну сторону умеем и все. Мы просто в любое время, например, — полуфинал. Тимони Пумба — тендем шикарный, на нас дуже схожи волны. Мы все до свадьбы были тимоны, а стали, как кабаны. Добрий вечер, слабка стать и женьки! Перед вами справжні кабаны, потому что после свадьбы мы прошли путь от М до ХЛ. И сразу первый кабан номер. Кабан в семье Вегана. Я доживу до ста, Россия! Пацаны, а че він в моем костюме? Мы ж домовлялися. Я Тимон, я Сурикат. Гарри, ты 79-го года рождения, ты 40-е. Короче, кабаны, тандем Тимон и Пумпы готовы. Акуна Матата! Акуна Матата! Тимон и Пумпы жили за принципом Акуна Матата. Тобто жизнь без забот. А что такое для нас жизнь без забот? Это когда мыешь посуду только тогда, когда грязная тарелка упирается в кран. Вот так беззаботно в мясной лавке Пумпа торгує Тамара Тимоновна. Поехали! На! На! Тамара! На! 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 Забери уже! Надо цю акцию отменять. Так. Вы мне должный 107 гривен. А дали сколько? 110. Хорошо. Так что там? Аааааааааааааааааааа! Женщина, что по сдаче? Я к сдаче? Я ци шарики не могу прийти. Сейчас я зеленую линию добью, подожди. Женщина, какие шарики? Вы смотрите, у вас килограмм фарша тысячу гривен. Он что, золотый? Да? Я сегодня утром крутил фарш, туда упала меня обручалка. Женщина, вам что-то не нравится? Вот ваших три гривня. Идите, шукайте другую точку. Шаршеля фарш. Сердцу к сердцу, почки до почок. Легкий чуть-чуть наперед. Знаете, я люблю, чтобы у меня на прилавке всегда было чисто. Знаете, надо что-то в жизни менять. Вот Колька, например, занимается раками. Хату построил. Женку красивую нашел. И от меня ушел скотина. Здравствуйте, мужчина. Я женщина. Ничего страшного. Дайте мне 200 грамм мяса. 450 пиде, чтобы я два раза не резал. Хай будет. Я еще буду делать кровянку, мне нужно кишка. Сколько у вас человек будет? Четверо. Это вам надо метрів шесть. Значит так. Это ноль, это метр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть с половиной. Держите. Так. У вас дети есть? Да. И от меня вам подарок. Гавяжий шарик. Держите. Гавяжий шарик. Вы фильм «Зоро» когда смотрели? Нет. Значит так. У меня акция держит вам и мне. Дивите. Сейчас если вы играете, не платите. Проиграете, платите за двое. Понятно? Поехали! Там она. Да. То надо ей отменять эту акцию. Я погорю. Погорю. Сурикат и кабан были настоящими друзьями. Но и так бывает. Уявите, Тимон посварился с пумбой. Так красиво вложено. Ну что, дохлюкался? Кабан. Жизнь без забот в 30 плюс. Это когда в раннем можно не мить голову, потому что есть кепка. Поехали дальше. Блаблакар для пассажиров. Все добре. А для некоторых водеев. Справедшее пекло. Короче, я буду курить у вас в салоне. Понял? Нет. Закрыто в окно меня протягнет. Можно, пожалуйста, выключить магнитолу? Я не слышу телефон. И сколько ваш телефончик будет заряжаться, чтобы я немного зарядил свой? Блин, я чипсы рассыпал. Да, как-то аккуратнейше едь. Можно было спочатку сказать, что у нас будет трое ехать за ним? Можно чуть сиденья подвинуть на ноги нормально. Куда едете? Да, нашу Лужкова. Ну тихо, тихо. Заправка. Мне надо заправиться. Газ до полного. Не-не-не. В салон. В салон. В салон. В салон. Ну а теперь уявить Пумба посварился с Тимоном. Газ до полного. Газ до полного. Газ до полного. В салон. с сольным концертом «Тамбовский вульф»! Валерку прокатят сейчас. Добрый вечер. По традиции, вам привет от всего африканского цеха студии «Шакал-95». Мы кормимся вашими недостатками. Сегодня поговорим о женатых мужчинах. Как известно, обычный мужчина думает своей головой, а вот у женатого центр принятия решений перемещается в другую голову. В этой голове принятие решений подчинено строгим законам хаоса. Отсюда поступают задания, и их нужно складывать на полочки в мужской голове. Но полочек в голове значительно меньше заданий. И тут у мужчины возникают косяки, правтыки, которые превращаются в «я ухожу к маме». Чуть ниже мужской головы расположен красный пуловер. Решение о покупке красного пуловера принималось правильно в другой голове. Если бы мужчина сам принял решение о покупке красного пуловера, то это был бы зеленый спиннинг. Ну и вся эта, казалось бы, мощная конструкция держится на ногах. Если обычный мужчина ими ходит, то женатый этими же ногами где-то лазит. Ну и в завершении. Дорогие женщины, вы выходите замуж за всего мужчину. Но после свадьбы почему-то любите только его мозги. Любите нас целиком. Спасибо за внимание. Жизнь без забот в 30+. Это когда ты стоишь на кассе в супермаркете, перед тобой стоят 10 человек, а ты улыбаешься, потому что за тобой 40. Как бы Тимон и Пумба балотировались от «Зе», поверьте, они бы тоже прошли. Добрый вечер. Это офис партии «Зе»? Да, что вы хотели? Короче, я Вадик из Житомира. Дивица, у меня у дочки свадьба, и мне треба ведущий, певец и фотограф. Мужчина, мы политическая партия. Мы таким не занимаемся. А, вот, получается, что? Как на выборах, то сделаем их вместе. А как свадьба в Житомире, Вадик сделает один? Вадик, мы, конечно, вам очень благодарны, но я ничем помочь не могу. Помнишь, ты, Зеленский говорил, что все мы президенты? Конечно, помню, да. Я, получается, тоже президент? Ну, получается, тоже. Слышишь сюда, черт. Завтра, чтоб на 9, были Скичко, Юзик и Белынюк. Белынюк? Зачем? А яка в Житомире свадьба без драки? Так, все, мужчина, едьте в Житомир, дайте мне работу. Слушайте, компромисс. А хай приедет Вакарчук. Вакарчук вообще человек из другой партии. Как вы себе это представляете? Да очень просто. Встает Разумков, каже, кто за то, чтобы на свадьбу до Вадика приехал Вакарчук. 245 за, оп, решение принято. Решение принято, Вакарчук не приедет. А правильно, и не надо, Вакарчук. Хай приедет Богдан. Будет сидеть вместо моей жинки и шептать мне на вухо. Вадик, не надо, не пей, Вань. Сейчас такое начнется, ой-ой-ой. Мужчина, никуда я не поеду. Эй, Богдан, смотри, ты же в Сан-Тропе приехал. Подожди. Пока. Гаррик Бірча и 30+. Отличный тандем. А вот действительно, хлопцы, мы за эти игры с вами так сдружились, что мне кажется, что мы можем с такой командой решить любые задачи. Что, поддержите меня? В чем хочешь? В чем хочешь? Я решил. Я хочу изменить Кличка на посаде мера. Гаррик, а на что тебе это нужно? Потому что я хочу, чтобы Италий Киевом руководил Виталька. Гаррик Бірча. 30+. Дякую вам. Я думаю, что пора всем командам появиться на сцене, потому что у нас беспрецедентная ситуация у всех команд по 4 балла. Будет батл! Этот батл мы играли один раз в самом первом сезоне. Еще пару раз мы его готовили, но тогда до батла не дошло. Итак, играем подвесной батл. Значит, от каждой команды для ее освоения потребуется один игрок для этой конструкции, который не боится высоты и способен ориентироваться в пространстве в экстремальной ситуации. Кроме этого, понадобится вся команда. Кто начнет, скажите, ребят? Давай мы разогреть горяченько. А, вы разогреть. Да, давайте. Но тогда я думаю, что остальным нужно куда-то отойти в сторону, пока будут вешать парня, вернее, подвешивать парня. Команда смотрит в зал. На экране появляется название мультфильма, игрок его запоминает, название исчезает с экрана, я даю знак, команда поворачивается к игроку, игрок жестами показывает название, команда угадывает. Самое главное, не просто показать и угадать, а смешно показать и смешно угадать. Готовы? Нет. Это понятно. Ну, давайте поаплодируем первым. Команда «Наш формат». Готовы. Команда смотрит в зал. Игрок должен повернуться к экрану. Чувствую себя державником, на одном месте рухаюсь. Подожди. Оп. А, вот для чего этот человек. Понял. Готовы? Команда, повертайтесь. Давайте. Ух, хорош. Здоров. Здоров. Три слова. Первое. Кто-то кому здесь меняет. Нет. Раз. Выдернул волосок. Эпиляция. Нет. Братан, ця прическа робит с тобою зло, я тебе говорю. Мы... А, мы дебили, да? Хорошо. Поехали. Так. Все, все, все. Настроились. Рассоу. Ты нас завив. Хорошо. Все. Два. Два. Да, да, да. Оп. Молодец. Заклядание. Бабушка, ага. А ты биатлонист. Ты в биатлон так играешь. Ладно, Гарри Поттер. Не? Гарри. Гарри. Гарри и философский камень. Это, ну, просто вы так... Гарри, слуга народа. А ты помнишь название? Только честно. Не, не важно название. Это Лига смеха. Да, ты меня перезваниваешь. Да, алло. Да. Черевник с мрагдового места. Не, отгадывали вы смешно. И показывал он смешно. Ну, просто, если бы хотя бы одно попадание было, что? Больно. Напустите его. Не, не, я готовый. Готовый? Да, у меня телефон. Выбивайте. Женя, в каменце просто все-важче жити. Тут нормально. Следующими будет команда «Пошло-поехало». Висит Андрей, отгадывает Юрий. Вообще я рассчитывал на наклонную комнату, ну ладно. Ну, шо-то? Поднимай мне. Поднимай. О-о-о-о. О-о-о. Извиняюсь. Интересно, Андрей, ты сможешь сам повернуть? О-о-о. Да, давайте название. А я не знаю такой мультик, ребят. Ты знаешь этот мультик? А-а-а. Ощущение, конечно. Я думаю, что он человек... Я уже представляю заголовок Лиги Смеха выпуска. Сокомандник Юры повесился на Лиге Смеха. Не играйся в Киселева. Так, короче, шо мы... Это сильно. Хорош. Окей, Юрчик, поворачивайся. Поворачивайся, братан. Значит... Два человека. Пошло-поехало. Давай, дай. Два. По 50. А, два слова. Супер, поехали. Два слова. Два. Это Зеленский так показывает. Что ты копируешь? Оля, нужна твоя помощь. Братан, я заморился. Давай, бегом сюда, сюда, сюда. Да быстренько, порвезер напополам. А-а-а. Ай, хорошо. Ой, хорошо. Ой, спасибо. Ой, какой кошмар. Два слова, два слова. Сказка из двух... Это сказка. Два плюс один. Два. Ты. Второй. Не шевелится. Не, все-таки. Решетка. Янукович, не... Хожу второе слово. Второе слово объясняю. А, давай. Второе слово. Секс. Роспуск Верховной Рады. Что? Короче. Андреша. Мне кажется, если я буду тянуть, ты потянешь потом с детьми. Я, да. В общем, второе слово ты понял. Да. Секс. Братан. Золотая антилопа. Ты знал такой мультик? Конечно же знал. А че я не знал? Я ж тебе сказала. Я. Правильно. Ты золотая антилопа? А что не видно? Опускайся. Опускайся. Опускайся его. Пожалуйста. Хорошо. А че не? Обидно. На арене. Команда. Отдыхаем вместе. Вась, ты готов? Готов. Красавчик. Ты избранный. Да. Нео. Все. Команда не смотрит. Пожалуйста. Давайте нам название мультика. Лига смеху. О, боже мой. Очень просто, Вась. Ну, ты один. Одно слово. Ты один. Два. Три. Начали. Ты украл палку у гаишника и убегаешь на лошади. Баба, баба. Полякова, Полякова. Баба. И дед. Вась, скинь мяч. Один, два, три, четыре. Ты нас гипнотизируешь, чи шо? Полякова, 26-100 жовтня. Ты вырвал. Кашевой, когда узнал, что стал ведущим, да? А, ты вырвал у лошади хребет. Хорошо, все. Ты красивая баба. Ткач, ткач. Ткач. Облако. Че на бане? Кухар, кухар. 0-4. Номер телефона. Баба 0-4. Звони бабе 0-4. Аэрохоккей. Восемь. Эх, иди сюда. Последняя серия сериала «Школа». Али-баба. Али-баба. И сорок разбойники. Не интересно, Александр. Как вы догадались по последнему жесту Василия? Спасибо, Вася. Молодец. Это первая команда, напомню, которая отгадала название мультфильма. И главное, что выбор ли самого маленького, да? Лишь бы рубашку не порвать. Новая, капец. Ну тогда поворачивайся к экрану, давай. Ну все, поворачивайтесь, парни. Поехали. Ого. Ты миледи. Игра престола восьмой сезон. А, это мультики, мультики делаем. Свинка Пеппа, последний сезон. Только шутом, шутом. Опа, а ну, а ну. Angry Birds. Подожди, ты утепляешь векна на высоте, да? В Киеве, типа? Нет. Ты Карлсон, который живет на сладком. Так, хорошо, ты крутишь педали. Крутишь педали, а тебе это не помогает. Ничего не скажите, он зараз килограмма три сейчас кинет, будет нормально. Ты утром идешь в спортзал, а вечером ешь шашлык. Тише, тише, тише. О, тише, смотри, смотри. Давай, давай, давай. Давай, смотри. Бом-бом-бом-бом. Мужчина, зайди с детской качельки, пожалуйста. Сорок минус. Ну, делай что-то, делай что-то, води. Водитель троллейбуса поправляй рога. Короче, все. Собрались. Дымся внимательно. Ты бежишь. Ты на коне, ты на коне. Бухай на батуте. Два слова, два слова. Нет, два человека. В тобии зараз? Два человека. Двум людям сейчас неудобно. Ты намекаешь на то, что ци стринги разделили твою жизнь напополам? Все два человека. Внимание. Женщины? Кто ездит на велику, блин? А, Мэри Боббинс, нет? На велике? Почтальон Печкин? Олег Лешко. Кто? Кто улыбается? Олег Лешко. Пойдет. Хорошо. Это два человека? Ты едешь на скотиняке. Подкручиваешь хвостом. Так, давай, давай, давай. Показывай, Олешко. Боже, какой ты стройный у нас, Вадим. Дивись, как на каблучку. Раз, два, раз, два, раз, два. Это что? Ну, это что? Это «Ести на ночь» называется. Короче, красивый человек. Олег Лешко, как? Не ты. Короче, это не Олег Лешко. Так. Красивый человек, Олег Лешко. Олег Леник. Красавица и чудовище. Да! Да! Ваши аплодисменты всем командам, которые участвовали в подвесном батлі. Я считаю, что было очень смешно по вашей реакции. Естественно, это было все понятно. И начать мы хотели бы из цитаты великого парфюмера Кококо Шанель. А вот, собственно, и он. Недавно от него ушла жена. Жена. Постой. Ушел кот. Кот. Не уходи. Ушла квартира. Квартира. Не уходи. Не, вот интересно, в какую дверь ушла квартира? Но это никак не связано с его профессией. Просто человек неприятный. Ой, плохо мне, плохо. А все из-за того, что ему не давала покоя одна картинка с очень суровым мальчиком. Но почему ты не улыбаешься, мальчик? Ведь я все сделал. И рожицы тебе строил. И щекотал. А ты просто в стена. Погодите. Ведь я же парфюмер. Я могу создать запах, который всех рассмешит. И я создам запах смеха. Этот купаж я соберу из запаха лучших юмористов нашей страны. Владимир. М-да. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир. Хотя нет. Там шутками не пахнет. Там все серьезно. О, какая концентрация юмора. О, какой запах. О, женщина, встаньте, пожалуйста. О, какой запах. Здесь два года сидел чемпион юмора. А-а-а-а. Пах. Возьму немножечко. Старинный юмор. Древний. Поскорее надо брать, а то срок годности уходит. М-м-м. С-с-с. Колбаска. АПЛОДИСМЕНТЫ Кровяночка. Ах, ты мой. Сомелье ты мясной. АПЛОДИСМЕНТЫ Гарик. Пожелай мне удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Ах, хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Хм-хм-хм. Что-то не хватает. Не хватает запаха смеха сквозь слезы. Для этого мне нужен запах юмориста, который получает в месяц меньше двух тысяч гривен. Гарик, не две, а меньше двух. Пойду поищу. О, зачарованный ушел. Мужики, сцена свободна. Погнали! Здорово! Здорово! На сцене мужики из зала. Ну чё? Сейчас мы вам покажем, как в эту вашу лигу смеху играть. Шо, мужики, раскачаем этот зал? Да! За мной! Опа! Опа! Сразу видно, инженер! Опа! Оп, тихо-тихо. Ты что делаешь? Не, ну вы видите кресло свободное. Грех на OLX не бродать! Опа! Номер! Бабка загорелась в очереди за субсидией. Это не тот номер. Да поздно уже. Что за день? О, сынок, с днем рождения! 36 лет бывает один раз в жизни. Давай, загадывай жевание. Что за канал? Чтоб бабка потухла. Ну и зачем ты это сделал? Я же специально загорелась, чтобы за отопление не платить. Опа! Номер! Леонид Кучма, лежа в сумке на границе с Белоруссией, доказывает, что он не контрабанда. Э, сябры, вы что попутали? Я не сигарета, я Кучма, меня все знают. Кому ты чешешь, ты? Стоять! Знаешь, по-вашему, всего так должно быть, да? Вы, овцы по тлатеи! Яка Кучма, где номера в тему, а? Что? Что вы вылупились? Вы что? Курчата? Яйца куча. А, чекайте, воно же в зале по-другому работает. Ну, держи мой микрофон. Ухуй, мужик, а где ты взял микрофон? А, тут недалеко дерево с микрофоном росте. О, нифигасе! Э, мужик, ты что нам мешаешь? Да, мужик! Не мешает команде выступать, понял? Не, это, они стараются, экспериментируют, бла-бла-бла, бу-бу-бу, шо там? Короче, я просто буду стоять, даже шутки не говорить, просто оскарблять. Ты, значит, в США, обценьки, вбивца, столешня, стара Цицка. Стара. Борода ты плохата, ты где микрофон взял, а? Микрофон? Мені прописав врач, бо я тихо говорю. Вот, даже рецепт мені на руці прям написал. Я врач смеховик. Пацаны, пацаны, пацаны! Пацаны! Сейчас, сейчас, да? Вообще-то позже, но если ты уже... Если ты уже выбег, то... О, Боже! Дивися, голый мужик, Салин! О, это смешно! Охрана, охрана, охрана! Так, 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 так. Ничем не пахнете? А вы кто? Мужики из зала. А что на сцене? А ты кто? А я человек сцены. А что в зале делал 1-1? Помни, Гарик. Что? Нравится вам, да, куда вам все время мешают выступать, а? Вообще нравится, вообще ж нравится, да? Ну, если ты еще раз твой зяпу откроешь, черви дождевые, я возьму лопату и раскренячу вас напополам, понятно? И вас будет трое, но смешнее вы от этого не станете, репяхи. Чуешь ты, Рахат Лукум, ты что вообще в сусну ударенный? Че трое, если мои будут четверо? А пусть твоя задница не приживется, понятно? Поэтому не мешайте нам выступать, сутулые собаки, блин. Да. Знаете что, вы с таким выступлением сегодня точно в батл попадете, понял? Да, а что тянуть? А давай сейчас в батл, давай, а? А давай, давай, разминка с залом, давайте. Есть кого-то в зале, стойка под микрофон. Есть кого-то... Ты что, богемную рапсодию передививаешь? Ладно. Перший вопрос. А ну подожди. Быстро OLX работает. А кто купил хоть? Влад Яма. Скучает лысенький. Да нет, он когда был в прошлый раз, флешку в нем потерял. Ш-ш-ш-ш-ш. Ш-ш-ш. Мужики. Ш-ш-ш-ш. Ш-ш-ш. Ш-ш-ш-ш. Ш-ш-ш-家. Сколько получаете? Две сто? Гарик, две стопы. Не подходит. Так это на двоих. На двоих. Все. Все. Вот он. Вот он. Запах смеха. Вот он. О, видал? Видал? Не работает. Так это же фотография. А че ж ты сразу не сказал? Вот так. Запах смеха через вытяжки попал на улицу и распространился по миру. От выделяемого из-за смеха тепла растаяли все ледники и весь мир затопило. И выжил только Кучмак, который лежал на дне сумки. Еще залишился один. О, Кучмята вылупилась. Свит в ряду. Кучмята. Это смешно. С вами была команда «Отдыхаем вместе». Мужики из народа и мужик народный. Спасибо. Отрекаем вместе. Субтитры сделал DimaTorzok